Для выхода в плей-офф мексиканцам достаточно было и ничьей, но вот нам нужна была только победа. Тем не менее, болельщики обеих команд в Сочи поддерживали своих спортсменов как могли. Понятно, что мы болеем за Россию, переживаем. Естественно, что у нас новая молодая команда, не важен результат. Конечно, он важен результат, но как бы ни сложилась игра, мы все равно будем переживать, болеть только за Россию. Россия вперед. В Сочи в эти дни буквально живет футболом. Он везде. В этом стиле украшены улицы, логотипами турнира, оклеены автобусы. Во всех барах и кафе идут трансляции матчей Кубка. Даже на пляже болельщики не могут оторваться от экрана. Греясь на сочинском солнце, они всей душой там, в Казани. Несмотря ни на что, как бы сборная России не играла, мы всегда будем всей душой за сборную России, всегда будем болеть за нее. И ну куда же денется, как сыграем, так сыграем. Игра нашей сборной очень сильно нам понравилась. Самое главное, что мы видим полностью омоложенный состав, видим стремление к победе и видим то чувство именно патриотизма, которое присутствует в наших ребятах. Не стыдно смотреть эти матчи. И хоть они и проиграли сегодня, но они проиграли действующим чемпионом континентов, с которыми очень на данный момент, мне кажется, тяжело бороться. Футбольная лихорадка, тем не менее, благожелательно сказывается на всех. Болеют в Сочи за разные команды. Но это не мешает фанатам фотографироваться вместе и обмениваться сувенирами. Это южное радушие по достоинству оценили иностранные гости. Мы впервые в Сочи. Здесь чисто и очень красиво. Я обычно в Москве, но вот в Сочи мне очень-очень понравилось. Очень красивый город. Такой же красивый, как Санкт-Петербург. Я очень люблю футбол. Всю жизнь интересовался футболом. Нам эти билеты подарили друзья на свадьбу. Хотели, чтобы мы сходили на Кубок конфедерации в Сочи. И мы просто в восторге. Да, все очень хорошо организовано. Мы знаем, что многие наши соотечественники приехали сюда с одними лишь паспортами болельщиков. Мы же взяли с собой и обычные паспорта. Но, как видно, это было необязательно. Кстати говоря, в день матча нам предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте. Это потому, что у нас есть паспорт болельщика. Да, и очень просто было его получить. Для этого есть специальные, удобно расположенные центры. Получить паспорт там очень легко. Люди здесь замечательные. Нам очень нравится. Вижу множество схожих черт с Мексикой. Нам здесь очень комфортно. Хотим теперь вернуться на чемпионат мира. Готовясь к Олимпиаде, сочинцы подучили английский и освежили его знания этой весной. Но даже тогда, когда словарного запаса не хватает, общий язык болельщики всегда находят. Стараются помочь, подсказать дорогу или посоветовать достопримечательности. Спорт объединяет. Сочи доказывает это. Позади три матча на арене Фишта. Впереди там же полуфинал. Германия-Мексика. Болеть будут снова все. И радоваться тоже. Вне зависимости от исхода матча. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Россия! Россия!